Так, ну что же, всем еще раз привет, друзья! С вами Strike и студия КСЛТВ. Мы продолжаем наблюдать за матчами сегодняшнего игрового дня. На этот раз Титаны против команды Проперти. Вот такие вот у нас грозные соперники. Итак, на фраунд только что команды сыграли. Смотрим, что же тут у нас произошло. Добавим звучку, дабы вам было слышно, что же все-таки происходит. Ну и ждем, ждем, ждем. Ну вот решение, скорее всего, ну, я так думаю, что выиграли ножи шведы. И будут начинать в атаке. Что же интересного покажут нам эти парни в атаке? Как видим, пока в пистолеточке, ну, затяжной раунд намечается. Это даст нам время ознакомиться с составами команд. Итак, Титаны. Existence, MidShox, NBK, Scream. Команда Проперти. Пита, Хелакс, Экзем, Скайтен и Спитфайр. Вот такой вот состав у шведского коллектива. Ну, вы их, наверное, все прекрасно знаете. Выступали они под тегом ТБА. Довольно-таки неплохо играли парни. И вот заслуженно, наконец-то, получили себе организацию, которая будет их поддерживать. Итак, что же будет происходить в пистолеточке? Ну, вот, наверное, вся надежда у команды Титана на NBK. Тем временем Пита забирает экзистенса. Смитс разменял своего тиммейта. Ну, и пошла атака по длине. NBK попытается сейчас остановить весь этот проход. Но вот пока по NBK не попадает. Но NBK также не попал. Скайтен минус NBK. Есть еще вот такой вот парень, Экзем. И вот именно он сейчас будет принимать основной выход. Скайтен забирает Смитса. Ну, вот, близки мы были к тому, чтобы угадать, кто же все-таки сделает фраг. Но нет, это был... Это был Скайтен. Итак, Шокс и Скрим. Двоем против четверых. Шведы очень близки к взятому пистолетному раунду. Понятно, что французы пойдут до конца. Шокс забирает к Сеусу. Скрим минус спидфайр. Скайтен. Боже, боже. Скайтен. Четыре минуса в пистолеточке. И да, Team Property начинают уверенно в атаке. Да, 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 да. Вот такие вот дела. Тем интереснее дальше будет наблюдать. Ну, вот. Были у нас уже сегодня чудо-приключения. Все прекрасно помните. Не буду лишний раз напоминать. Моу Спортс просто не повезло. Скажу вот так. Попали они. Действительно неприятную ситуацию. И выбраться с нее так и не смогли. Тем временем команда из Швеции проходит в составе из пяти игроков по длине. И французы вряд ли сумеют их установить. Хотя вот, зная, что смогут французские стрелки, даже не удивлюсь, если кто-то сейчас подраздаст. Итак, Смит вот с такой вот интересной позиции забирает Скайтена. Герой к стилетному раунду. Ну и на больше его не хватило. 2-0 без особых проблем. Шведы берут экономический раунд своих оппонентов. Так, ну вот что же, Титаны пока ничего интересного не показали. Но это всего лишь пока. Знаем мы, как парни приходят в кондицию. Начинают не всегда уверенно. Но где-то вот в середине точно первой половины мы уже видим действительно весь потенциал вот этой мощной французской команды. Итак, что у нас происходит на длине? Без особых проблем, опять-таки, что следы выходят. Экзистен все-таки забирает экзема. В живых остается скрим и шокс. Ну вот эта парочка, которая оставалась в пистолетном раунде, постарается сейчас изрядно подпортить экономику команде Проперти. Собственность, Майно, как хотите, называйте. Действительно, ну вот я не знаю, что за организация с названием Собственность. Шоце. Свою украинскую мову, можно сказать. Ну вот честно не понимаю, что это такое. То ли шведов просто купили, и теперь они в качестве рабов будут выступать под тегом этой организации или все-таки Проперти что-то назначает. Ну вот что именно, пока секрет. Я думаю, если парни попадут на следующий сезон Старсерии, мы постараемся у них узнать. Если этого, конечно же, не сделать кто-то раньше. Итак, шокс. Попытка не дать за сейви девайса. Скрима забирают, шокс. Будет ли минус от шокса? Нет. Просто на последних секундах падает от скайта. На бомбу взрывается. Четыре живых игрока команды Проперти. И, да, на двух эко-раунду потеряли всего два девайса шведы. Вот так дела. Что будет происходить дальше? Ну вот у Смитса появляется снайперская винтовка, и это уже интересно. Как разыграет этот интереснейший девайсик француз? Давайте смотреть. Смитс. Ну вот шведы играют на чек. На чек в первую очередь занимание нижней тэшки, ну, поджимание нижней тэшки и какой-то агрессии от французов не последовало. Так что, в принципе, с Кайтом свободно уже разгуливает по медву. Прошел он сюда, как вы понимаете, через туннель. Ну и посмотрите. На карту шокс. Один на б-планте. У французов идет укрепление ап-планта. Ну, вот сразу же из четырех игроков. Но при этом шведам удается уже занять длину. Ну, честно, пока... Ну, вот то, что бомба у экзема на длине, это говорит о том, что атака, скорее всего, развернется в направлении ап-планта, если, конечно же, что-то пойдет не так. Итак, Питта и Скайтон. Какая роль и задача этих парней в этом раунде, пока для меня остается вопросом. Ну вот, как минимум, шокс позвал на помощь Смитса. Смитс с ВП занял Даль, он же Дэнс. И посмотрите, Питте удается сделать опен-фраг на б-планте, забирая также Смитса, ну, а шведы спокойненько себе будут проходить по длине. Или скрим все контролирует. Так, ну вот... На самом деле, то, что по длине на б вышел один игрок, об этом прекрасно знают Титаны. Но вот Питта делает третий минус в раунде, забирая скрима. Экзистенс и НБК. Вдвоем против четверых. Ну, вот Экзистенс заходит уже в спину по длине. Питта четверка минус в раунде, забирает НБК, спитвайр, хладнокровно убивает Экзистенс и 4-0. Просто бесподобный раунд от шведов. Ну, конечно же, стоит отметить индивидуальную игру Питта, который в одиночку вышел на б-план, забрал Шокса, забрал Смитса, потом еще в мидле забрал... Кого же он забрал? Скрима, НБК. Да, только Экзистенс упал на длине. Короче, Питта однозначно герой предыдущего раунда и заслуга именно на его плечах, можно так сказать. Итак, французы в очередной раз постарались сыграть, ну вот, на удачу. Закрутились иглами. Будет для меня заслится. Но вот этот киндум находит Кселоса. Скрим. Помог тиммейту, попал так же путь через дым, ну и забрал. Так, 5-0. 5-0, и пока французам не удается взять хотя бы раунд в первой половине, но... но... Это сторона диффенса. Все мы знаем, как вот последние выступления, особенно вот показательный матч был французской команды и лвлси против фнатиков, как же тяжело приходилось фнатикам в защите. Ни одного раунда не взяли за 15, потом во второй что-то типа создали элемент камбэка, отыграли 5 раундов, но лвлси все-таки один в защите взяли. Итак, смотрим, что происходит на карте. На этот раз титаны, занимая длину экзистенсы МБК, взяли эту позицию под свой контроль. Шокс в одиночку на Б-планте. Ну вот такое мы уже видели, но на этот раз шок с АВП. Тогда с АВП здесь стоял Смитц, но вот его девайсик разыграть не удалось, и решили поменять. Ну и вот по карте мы сейчас с вами можем заметить, что выход пойдет, скорее всего, на Шокса. Как не своевременно Шокс начинает передвигаться? Ну вот, чекает мидл. Пока здесь никого не замечает. Ну и начинается раскидочка, под которую будут выходить игроки команды Проперти. Выходить на Б-плэнт в первую очередь, конечно же. Ну и, наверное, вот у скрима очень интересный момент. Услышал. Двоих выходящих игроков начинает наживать дым. Параллельно выходит на Б-плэнт. Да, игроки команды Проперти. Пита забирает Шокс с обоюдными усилиями вместе. Ну вот, не знаю, кто заассистил, но, походу, это был Спитфайр. Итак, что будет дальше? Будут ли выбивать французы Смит с туннелями? Минус Пита. 4 в 4 ситуация. Бомба только сейчас ставится на Б-плэнте. Так, ну вот, где-то, где-то должен быть игрок. Нет, все 4 игрока находятся на Б-плэнте. Никого больше нет. Можно сказать, французы взяли в боевое кольцо шведскую команду, но шведы пока неплохо сопротивляются. Хотя нет, скрим. Минус Ксиелос Мпк забирает Мак... Экзема. И да, просто бесподобное выбивание титанов. Ну вот, честно, я такого не ожидал. Просто идеально выбили Б-плэнт, не оставили шансом команде Проперти и взяли, наконец-то, первый раунд. Ну вот, то, о чем мы с вами говорили. Казалось бы, французы... Ну вот, однозначно, половина команд приняла бы решение вообще уйти на сейв. Кто-то бы попытался, но у него не получилось. Но нет, это Титаны. И у них все получилось просто идеально. Так, Экзема и его снайперская винтовка. Что покажет нам интересного этот парень? Ну вот, в первую очередь, сейчас ожидают всевозможных поджимов от Титанов. Но Титаны играют очень практично. Никуда первыми идти не собираются. Ждут, в первую очередь, агрессии от команды Проперти. И вот только после этого уже будут показывать зубы. Так, ну вот, действительно, затяжные раунды у шведских парней. Не спешат атаковать. Делают все очень грамотно. Готовят платформу для атаки. Ну и вот как раз-таки у Скайта на очень интересный момент. Занятие зигзага под флешку. Смеет контр-выпад. Кто кого перестреляет. И Скайта выигрывает эту дуэль. Есть опен-фраг от команды Проперти. Ну и в четвером, как минимум, находятся на этой позиции. И что, посмотрите, делают французы. Так, ну вот Экзистенс. Один в дыму постарается найти. Да, заметил, как минимум, двоих игроков Экзистенс. Должен давать информацию своим тиммейтам. Ну и успеет ли занять позицию. Скрим с распауна Экзистенс на спуске. И шведы просто под шифтом выходят без раскидки. Экзистенс начинает откидывать в ответ. Скрим, есть первый минус, забирает Скайта. Продолжают терроризировать просто команду Проперти. Ой-ой-ой, Пита, что он творил? Дал два минуса. Ситуация два в одного. Экзем прыгает в распаун. Остается, ну вот, в нереально невыгодной позиции. Бомбы на зигзаге, времени нет. И на прощание Шокс попадает с АВП. 5-2 Титаны. Очередной уверенный раунд в защите. Опять-таки же, Смитс и... Нет, это был Экзистенс и Скрим. Просто бесподобный прием зигзага. Потеряв первого игрока, парни все-таки сумели. Просто идеально остановить выход по зигзагу. И не дать команде и Швеции поставить даже бомбу. Так, Смитс, попытка отстрелить снайпера, но... Такое отсутствует, но Смитс. Агрессивная игра в медле, забирает Экзема. По спидфайру попадает в медла. Смитс, просто три попадения. Идеально отыгрывает этот раунд снайпер команды Титанов. Скрим под флешку, врывается на длину. И что же будет здесь? Скрим падает Аскайтона. Ну вот действительно, как ежики в тумане бегают сейчас игроки обеих команд. Смитс, третий минус в раунде. Что творит АВП команды Титанов? Зачем... Ну вот что делал Пита? Наверное, рассчитывал, что дымут только снайпер, а там был еще и Экзистенс. В итоге, Скайтон один против двоих. Смотрим, как будет брать такой клатч-раунд шведский игрок. Даже в большинстве шведам было очень непросто. Что-то медлят Титаны, но... Наверное, все на верочку пытаются сделать. Итак, будем смотреть за Скайтоном, потому что именно он находится в невыгодной позиции. И только он мог сделать что-то действительно невероятное. Но нет, Смитс не дает. Поменял свой девайс на АКМ и сделал четвертый минус в раунде. Три подряд берут французы. И это достойный ответ шведским проперти. Так, опять-таки, Смитс с АВП очень агрессивно играет в медле. В предыдущем раунде подвалил Экзема, но на этот раз шведы более аккуратно будут проходить эту позицию. И уже учтут все свои недочеты и ошибки. Кто-то на волоске от смерти только что находился. Смитс оставалось нажать. И какое бы падение по Светфайеру просто на вскидку. Бросил прицел вниз. И есть опенфраг от французского игрока. И посмотрите, куда идет Смитс. Просто остается в дыму. Шведы, выход под шифтом в дым. Ну вот непонятно на самом деле, что этим пытались сделать шведские игроки. Вышли вдвоем. Скайтон упал, Ксиос упал. Все упали. Ну и четвертый раунд подряд берут французские титаны. Так, ну и вот как ни странно, у шведов по-прежнему остаются деньги на этот раунд. На этот раз попытаются быстро занять длину. Все это делает Скайтон. Под флешечки тиммейтов, занимая длину, заставляет французов оттянуться с этой позиции. Ну и как минимум одна контрточка занята шведской командой. Шокс. Тем временем, делая минус на Б, в дыму находит Питу. Или все-таки Пита рисковал в очередной раз. Так, посмотрим. Да, Пита рисковал. Попытка выйти в дым. И как видим, вот он результат. Пита отдыхает и ждет в первую очередь уже каких-то активных действий от своих тиммейтов. Так, Смит СВП контролирует занятую длину. Но вот пока шведы здесь не показывались. На самом деле была попытка сыграть раунд, который был разыгран четвертым. Когда Пита выходил один на Б, три игрока с бомбой продвигались по длине. Ну и кто-то закрывал миду. На этот раз шведы просто вчетвером с одной позиции. Будут проходить по длине МДК. Просто бесподобный прием. Забирают все, у нас минусуют Скайтона. Ну и скрим есть последний фраг в этом раунде. 5-5. И вот так вот. Казалось бы 5-0. Суперуверенная игра от шведов. Но нет, титаны. Вот то, о чем я и говорил. Где-то к середине первой половины мы действительно увидим настоящих титанов. Название очень крутое. Подобрали себе французы. Действительно соответствуют их стилю игры. Вот то мощно, как... Так мощно, как выступают французы. Действительно можно охарактеризовать, что они титаны и борются с простыми смертными. Смит с АВП. Очередной опен фраг в мидле. Забирает Ксиоса. Прослем через дерево. Вау, это был космос какой-то очередной. Но мы космос пропустили. Так, ну вот позиции... Дефолтные, в принципе, у команды Титан. Что же, на этот раз попытка выйти в миду. Скайтон и Пита будут скрывать эту позицию. Кзэм на зигзаге. Ну и что же у нас тут будет происходить? НБК минус Спитфайр забирает на Б. Нет, ну длиннее. Ну вот как же варьируют французы по позициям? Посмотрите, НБК все предыдущие... Хотя нет, НБК был на аппленте. Прошу прощения. Перепутал с Шоксом. Бывает. Так, ну что же. Скрим. Подплэшит, что? Врыв в миду. Забирает Питу. Скайтон разменял своего тиммейта. Но ситуация 24. Скайтон минус Шокс. Б плент чист. И вот как раз-таки туда стягивается Экзем с бомбой. Ну вот, если сейчас Скайтон не допустит ошибку, а он почему-то продолжает оставаться в мидле, и это действительно ошибка. Французы такого не прощают. Белик все-таки Скайтон. Забирает НБК Скайтон. Минус-минус. Четыре минуса от Шведа в мидле. Не проверили такую вот дефолтную нычку. И в итоге Экзистенс. Один на один против Экзема. Позиция... Ну вот все-таки будет ожидать выхода в окно. И подловил, подловил Экзем своего оппонента на движении. Вышел в окно, сыграл агрессивно. И взял наконец-то шестой раунд для шведской команды. Не удалось Титанам вырваться вперед, а были очень близки. Четыре-два ситуацию проиграли. Конечно же, стоит отметить просто великолепные действия вот этого парня. Экзем, точнее Скайтон, сыграл бесподобно. В очередной раз в одиночку, занимая длину. НБК все это дело слышит, понимая, что в яму дальше идти нет смысла. И отпустит мне Скайтон. Ну, Скайтон НБК не отпустил. Тиммейт, правда, разменял. Кто на Апленте, это Экзистенс. Есть второй минус от Экзистенса. Забирает Питу. Красным оставляет Экзема. Ну как же грязется Экзистенс на Апленте? Ну вот только сейчас удается забрать француза. Скрим один против троих. Этот парень также может развалить все, что только двигается. Но, но... Пойдет ли скрим или все-таки это будет сейв? Давайте смотрим на экономику. У французов нет денег. И даже не пытается сейвить скрим. Две флешки в лицо. Продолжает танцевать французы. И только сейчас понимает, что этот раунд ему не по зубам. Шведы берут седьмой раунд и заставляют Титанов сливать. Да, это будет Эка Титанов с одним засейвленным кольтом от скрима. Если же, конечно, дадут его засейвить. Итак, ну вот то, что мы с вами как раз-таки ожидали. Да, просто экономика ужасная у скрима 1100, у Смитса 1600, 2000 у экзистенса, 2200 у Шокса, ну и почти 2 у НБК. Один эко-раунд минимум будет у французов. Вот вопрос, будет ли второй. Ну вот, наверное, будет в первую очередь зависеть от скрима. Потому что этот парень, если сейчас наломает троф шведам, а как видим, шведы находятся на Б-пуинте в составе из, ну, как минимум троих игроков. И скрим под флешку заходит, но ослеп скайтен тем временем забирает НБК. Ну вот, заставили скрима уйти с Б-пуинта. Да, Шокс, минус и Файр. Дальше все по сценарию команды Проперти. Ну и вот теперь в игру должен вступить скрим, которого мы еще не видели. Скрим на Б-пуинте падает от экзема. Обживка остается только экзем. Нет, это не экзем, а смитс. И также умирает. 8-5. Не удалось разыграть заставленный девайс скрима. Ну и посмотрите, да, это бай. Но какой слабенький бай будет сейчас от французов. И если парни проиграют его, то 10-5, счет первой половины за шведской командой. Ну это, конечно же, забегая вперед, если все пойдет по сценарию команды из Швеции. Замечу, что шведы играют без снайперской винтовки. Вот непонятно, с чем это связано. Наверное, постреляв со смитсом, парни сделали правильный вывод, что no chance. И надо разыгрывать ТКМ. Выход в мидл от шведской команды. Ну вот, как будут заходить, давайте смотреть. Экзем, забирают Кселуса, падает скрим от... Блин, что сказал Шокс? Короче, упало два игрока на Б-пленте. Занимают Б-плент. Шведские игроки в составе из четверых. Смитс, есть первый минус при выбивании. Забирая скайпе на 3-3, бомба стоит на Б. НБК, минус Кселус. Ну вот теперь проблемы. Нарисовываются у шведов. Пита. Уже один-одинешенек. И как же агрессивно действуют французы при выбивании. Просто, казалось бы, 4 в 3. В чем проблема? Как можно проиграть выбивание на Б? Вот образцовый показатель. Смотрите и учитесь. Действуйте как титаны. И залог успеха также будет в вашем кармане. Так, ну и вот наконец-то у Питты появляется снайперская винтовка. Сразу же штрафуют Шокса. Шокс как-то вот решил дефолтно пробежать через ворота в медле и был моментально наказан. Так, тем временем шведы в очередной заняли B. Точнее нет, длину заняли шведы. В яме оставляют Скайтона. Ну вот непонятно, что же будет делать дальше. По идее, должны оставить здесь одного денешенького и пойти по зигзагу. Ну вот да, Кселос пока еще остается на длине. Или все-таки это будет раунд 3-2. Так, Экзистенс. Пытается начекать хоть кого-то. Ну вот пока здесь абсолютная чистота. Это НБК, где находится НБК. На там. Вот такая позиция на зигзаге. Ждет флешек. И как только прокидают шведы, сразу же будет их минусовать. Ну вот все-таки не дождался. Дыма пытается найти кого-то из шведских игроков. Пока ничем интересным это не заканчивается. Клит, а минус скрим. Работает наконец-то снайпер. Не дает скриму спокойно перетягиваться. Кроме дву, НБК. В дыму пытается по-прежнему найти кого-то из шведских игроков. И НБК находит раз-два икс. Забирает Экзема. Но пида опять-таки штрафуют своего оппонента. Ну и в итоге. 2 в 3 ситуация. Смитс с ВП. Шокс будет убивать. Нет, зигзага. Будут вдвоем выходить зигзага. И ой, как непросто. Придется Титану. Опа. Наказан. Есть первый минус от Смитса. Падает Шокс от Спидфайера с длины. Кселос забирает Смитса. 9-6 счет первой половины. Титаны. Ну, на самом деле, проигрывая 5-0. Сравняли счет. После этого немного накосячили. Но при этом удачно выбили Бэп Лэнд. И все-таки 6 раундов в защите. Ну, не знаю. Для кого хороший, для кого плохой. Но для меня это просто идеальный счет. И мне кажется, французы, перейдя в атаку, ой, как будут разрывать шведский коллектив. Итак, секунда до боевого рестарта. Ждем, когда напишет Рэдди игрок команды из Швеции. Пит пишет Рэдди. Ну, и мы готовы продолжать смотреть за всем происходящим. Что будет в пистолеточке от Титанов. Ой, как интересно. Что же будет? Ну, вот была парочка респаунов на Бэ. Как видим, туда решили не идти. Бомба. Бомба, бомба. По-прежнему непонятно, в каком направлении пойдет. То ли это будет Бэ, то ли все-таки направление Апунта. Но вот у шведов уже интересно намечается. Просто свертухи. Кто-то врубает. Блин, вот надо уйти в офлайн. Обязательно сделаю после этого матча. Скорее всего, Пита сделал минус. Да, просто законтролил нижнюю Т-шку. И французы потеряли уже одного игрока. Скайтер. В дыму пытается найти кого-то из... Итак, Экзема. Также забирают на Бэ. Ксевос упал. Экзистенс минус кайта. Ну, вот так. На ровном месте у шведов, казалось бы, было все под контролем. Но французу выход в миду. Три безответных минуса. И уже в меньшинстве находится шведская команда. Смотрим, что будет происходить. Пита получает кучу демеджа через дым. Спитфайр не спешит и теряет своего соратника. Остается один одинешенек против практически всей команды из Франции. Ну и смотрим, чем же все это закончится. Спитфайр. Врыв в окно. Заберет Лендикея. Да, забирает. Но нет. Смитс дальше не дает развить успех шведского игрока. 7-9. Титаны будут наступать на пятки. Взятый пистолетный при счете 9-6. Это гарантия, практически гарантия равного счета. И вот с оружейного уже мы с вами узнаем, кто же все-таки будет доминировать во второй половине. И кто пройдет дальше по сетке венеров. Затишье на карте. Французы не спешат никуда выходить. Аккуратно занимают всевозможные позиции. Будут продвигаться, как видим, скорее всего по зигзагу. А вот у шведов интересное укрепление в мидле. Давайте посмотрим на это более... Ну вот, вот как-то так. Вот решили принимать выход в мидл. И вроде бы французы так и пойдут сюда. Так. Первый минус не удается сделать. Ну и дальше все по сценарию команды Титан. Ксевос все-таки замучил Шокса. Два в три ситуации. Ксевоса Пита против скрима Экзистенса и НБК. Ну вот... Кто же это орудует? Это скрим. Ждет ошибки от игроков из Швеции. Пытался наказать Ксевоса, но Ксевос также контролировал выходящего скрима с окна и не дал себя в обиду. Так, ну вот Ксевос уже ушел на сейв-девайс, а вот Пита также будет сейвить. Ну вот у Питы есть тяжелые арморы, есть П-250, и в принципе да, все правильно делают шведы. Лучше вот с такими вот девайсиками постараются в следующем раунде точно так же насолить французов. Два минуса сделали. На Эко выбили два девайса. Один даже забрали и будут его сейвить. Так, вот долго мы этого ждали. Точнее, долго себя ждать не заставил Смитс. И вот сразу же на втором эко-раунде своих оппонентов покупает снайперскую винтовку. Опа! Ну вот был близок к тому, чтобы проштрафить оппонента в Медлен, но первого просто провел взглядом, можно так сказать. Благодаря экстрее мы видели, что действительно четко двигался прицел снайпера команды Титан, а вот во второго просто не попал. Пита в Медлен. Ну вот с такой позиции банально попытается подловить кого-то из французских игроков, но сделать этого будет не так уж и просто. Итак, вот наконец-то я с первым минусом прострелил каким-то чудом Смитс. И будут по зигзагу продвигаться французские игроки. В Медлене Экзистенс находит Кселоса, Пита. Пита, Пита, где же ты? Ну вот выбили засейвленный девайс, Пита как раз-таки его подбирает. Ну и дальше, опять-таки же, все под контролем у французов. Скрим забирает Спитфайра. С Экземом не справился, но Шокс тут как тут. Заходит в спину, забирает Питу, знает, где находится последний игрок команды Проперти. И в Экзем есть третий минус в этом раунде. Опять-таки же, это Эко уходит в актив команды из Швеции. Три минуса. И пока один засейвленный девайс. С Экзем есть еще один минус. Забирает НБК и в живых остается только Снайпер. Только Смитсу удалось засейвить свою пушку. Потеряли четверых игроков на этом экономическом, двух на предыдущем. Ну, Шведы все-таки молодцы. Неплохо отыграли Экраунды. Итак, у Смитса супер, наверное, лучший распаун на длину. Лучше и не придумать, и как раз-таки им он будет пользоваться. Попытка занять длину, смотрим Шведы. Да, будут занимать в ответ, и кто кого, Смитс, ВП, или... Ну, под флеш, под дымы все просто невероятно грамотно делают проперти. Занимают длину, Шок тем временем проходит по зигзагу. Так, ну вот здесь решили остановиться. Французы не хотят спешить, не хотят предпринимать поспешных решений Экзистенс. Тем временем в одиночку просто выходит на флэн. Забирает списку. Ну, вот отпустят ли дальше Шокс, подстраховал, забрал спидфлайера. И уже невероятно большие проблемы на первом оружейном раунде второй половины у команды из Швеции. Кселос забирает скрима, но НБК тут как тут. Что же будет дальше? Скайтен на длине. Экзем в контровском респауне. Ну, вот однозначно здесь постараются засейвить Шведы свои девайсы. Скайтен. Подловил НБК. Или все-таки пойдут дальше выбивать. Ну, вот смотрим. На самом деле, мощные парни остались. Как Скайтен, так и Экзем могут натворить здесь действительно жестких раскладов. И так, Скайтен. Разменял своего тиммейта, забрал Экзистенса 1 на 1 против Шокса. Но слишком мало времени остается до взрыва бомбы. Даже не успевает забрать Шокса. Но даже если бы забрал Шокса, бомбу раздефузить бы не успел. И даже бы засейвить девайс не смог бы. 10-9. Впервые в этом матче команда из Франции выходит вперед. Стоит отметить действительно сильное сопротивление от шведской команды. Никто не верил в этих ребят. Но вот пока все очень даже ровно. Но вот если попадаются еще и за защиту. И возьмут хотя бы раундов 12-13. То лично от меня получат громадный респект Пита в медле. Собирает какую-то информацию по поводу проходящих игроков по зигзагу. Пытался подловить Шокса. Но ошибка от Питы думал я. Но нет, забрал Смитса. Но Шокс его не отпустил. Дым в распаун, флешка в мидл. Выход пойдет на Б-плэнт, который принимает Кселос. Вот в такой вот интересной позиции. Но вот параллельно выходит Экзистенс в мидл. Ну и Кселос. На Б-плэнте падает от скрима. Экзистенс терроризирует игроков в медле. Забирает спидфлайер. Продолжает перестреливаться с Экземом. Ну вот Экзема его любимый МАК-7. Но вот этот девайс можно разыгрывать при приеме зигзага. Но при выбивании Б-плэнта он полный юзлесс. Отличный голова-шот. Падает НБК. 2 в 3 ситуация. Ну вот однозначно не пойдут дальше шведы. И постараются засейвить. Экзема этого сделать не дают. Скрим прострелом забирает шведского игрока. Аскайтен остается единственный в живых и будет сейвить свой ФАМАС. Одиннадцатый раунд для команды Титон и экономический для команды Проперти. Или все-таки БАИ. Ну вот Экзема собирал на БАИ. Все вас также покупают. Да, это БАИ. Это Форс БАИ от команды Проперти. Один легкий армор. Отсутствие практически всех гранат. И вот такой вот арсенал на этот раунд у шведов. Что будут делать французы? Шокс и скрим. Заняли Б-плэнт. И ждут ошибки. Ждут ошибки в первую очередь от Кселоса. Ну вот скрим пойдет до конца. Аккуратно чекает позиции. Заметил Кселоса. Понимает, что могут сюда пролететь гранаты, которых нет у шведов. Все равно мега аккуратно играют французы. Понимают, что ошибка может стоить им раунда. И не хотят... Не хотят ошибаться. Очередная проверка на прочность. Б-планта. Кселос на Б вместе с Экземом. Но вот такой вот тандем Кселос не попадает. По Шоксу остается красным. Ну и теперь все зависит только от Экзема. Экзема не проверили. Падает Шокс. Ну вот теперь только на Экзема надежда. Забрал еще и скрима. Но вот разменами 2 в 2 французы занимают Б-плэнт. Устанавливают бомбу. И теперь пришло время посмотреть, как же умеют выбивать у нас шведские игроки. У французов это получалось дважды. Дважды выбивали в меньшинстве. Дважды сделали это практически без шансов. Ну и вот посмотрим, как же теперь это будут делать шведы. Смитц, АВП. Забирают Питов в туннеле. Второй минус. Падает с Кайты. Ну и будет ли третий. Спинный Критон заходит к Пифайру. И да, 12-9. И вот теперь уже точно никуда не убежать от экономического раунда команды из Швеции. Понимают, что вот с такими вот девайсами против французов бороться очень тяжело. Надо АВП, надо гранаты. Надо действительно хорошая откидка. Дабы остановить вот такие вот заходы на Б как минимум. Ксилуса проштрафили. Проштрафили очень плотно. Попал по нему Смитц. Оставил 23 хп. Ну и что же. В очередной раз. Скрим. Выход на Б-плэн. Тем временем НБК забирает спидфайера. Скайтон разменял тиммейта. Произошло однозначно на длине. Так, ну вот опять-таки же проверка на прочность Б-плэнта. Просто Молотов залетает в Селу с под ноги и... Сгорит Швет или все-таки нет? Нет, не дымажит Молотов. Немного дальше улетел. Ну вот на самом деле мне непонятны действия. Французов не хотят отпустить Ксилуса. При этом стоят. Скрим. Какая реакция. Просто без шанса забираем Ксилуса. 3-4 в меньшинстве уже находят шведы. Экзистенс замечает на зигзаге Скайтона. Будет перестрелка. Экзистенс выигрывает эту дуэль. Ну и что же дальше. Пита и Экзем. Вдвоем против четырех игроков. Экзем. Ну достойно пострелялся в медле. Забрал Шокса. Но Смитс опять-таки же очень быстро разменялся его тиммейтом. Ну а дальше было все без шансов. Скрим. Глава шот и 13-9. Очень близки Титаны к победе в этом матче. Но опять-таки же шведы не сдаются. Показывают действительно хороший контр-страйк. Вообще у шведов в последнее время что-то слишком много команды именно плотных насобиралось. ЛГБ, Проперти, Ниппы, Фнатики. Четыре команды, которые действительно будут претендовать на вершину славы на просторах CS GO. Очередной затяжной раунд от французской команды. Быстро занимают мидл. Экзистенс уже на зигзаге. И готов. Готов. Нет, это был мидл все-таки. Ну вот присутствие Шокса в нижней тэшке с бомбой все-таки заставляет меня задуматься о том, что все-таки пойдет атака на Б плент. Что там интересного на Б? Ну вот все-таки тот же арсенал девайсов. Два кольта. Ну и как раз-таки в данный момент идет укрепление в первую очередь мидла. Кселос вот в такой вот позиции с флешечкой. Ждет, я не знаю, все-таки, наверное, топота какого-то в мидле. Но в мидл не пойдут. Французы будут продвигаться по зигзагу. Пит все это дело зачекал. 35 секунд до конца. Ну и давайте смотреть. Смит с ВП будет играть роль открывающего. Смотрим, как же будет дефицит французы. Ну, просто без шансов падает с кайты. Ну вот тот сюрприз, который ожидал французскую команду на пленте. Именно плетка в руках с кайта. Она упала за считанную секунду. Благодаря отличному выстрелу с мидсис ВП. Дальше все было так же очень просто. Ну и в живых остается только спидфайр, забравший Шокса. Но на этом подвиги команды и шведы закончились. 14-9. Экономический раунд для шведов. Или нет? Нет, это бай. Это бай. Не хотят отдавать парня ничью. У Питы даже есть ВП. Ну и надеюсь, это будет агрессивная попытка отстрелить Смитса. И кто кого. Смитс или Пита. Ну вот Смитс поторопился. Выстрелил немного раньше. Не знаю, наверное, это был какой-то тайминговый выстрел. Ну и дальше спидфайр. Есть второй снайпер. Также у команды Проперти забирает Шокса. Подловили на длине НБК. Это сделал Экзем. Ну и смотрим. Спидфайр. Еще два минуса на длине. Скрим. Один против пятерых в яме. И все-таки ничья пока еще не дается французскому коллективу. Скрим. Есть первый глава Шот. Забирает Спидфайра. Падает один снайпер команды Проперти. Где тем временем находится Пита. Но вот Пита непонятно чего ждет. Информация о том, что он последний игрок команды Титан на длине. Но вот Пита продолжает контролировать перетяжку. Ну и здесь все в принципе будет без шансов. Для скрима. Дым-респаун. Кто кого. Скрим или Экзем. Ну вот здесь интересная дуэль. И кто же окажется сильнее. Ну вот до Экзема не дошел. Скайтан остановил скрима. 14-10. Первый раунд защиты берут шведы. Ну вот с почином. Надеюсь не последний. Дабы этот матч был более зрелищным. Шведам надо взять хотя бы еще три. И тогда действительно заруба просто будет у нас невероятной. Смитц. Вау. Ну вот должен был вроде попадать по кому-то из снайперов. Кто это? Это Пита или Спидфайр? Спидфайр. Спидфайр на длине. Пита был в медле. Вроде бы должен был попадать Смитц по Пите. Но не попал. Так. Что же будет интересного от французов в этом раунде? Шокс и скрим. Ну вот все по дефолту. Эти два парня контролируют Тэшку. Смитц также стягивается в нижнюю. Ну еще перед этим решил попытать счастье в медле. Может кого-то отстрелит. Но шведы не хотят допускать вот таких вот ошибочек. Шокс. Выходит из нижней Тэшки. Так. Ну вот по-прежнему у меня остается вопрос. Но вот после этой раскидочки вопросы отпадают. Это будет выход в мидл. Нужен дымбросплаун. Ну вот что-то действительно пока неубедительно выходит французы. Но дальше Смитц СВП берет под себя роль оффунфрагера. Пита тем временем забирает скрима на Б. Смитц. Какая реакция. Падает экзем. Три в три. Пита на Б. СВП. Есть второй минус. Забирает НБК. Вау. Какой фаззум от Питы. Падает также Смитц. Шокс один против двоих. Устанавливает бомбу на Б. Скайты на спидфайр. Ну вот. Будет ли у нас суперквач от Шокса? Или все-таки бесшансовое выбивание? Ого. Посмотрите, что творит Шокс. Вот так вот. Остается стоять француз. Ну вот. Должны прочитать эту задумку шведы. Потому что абсолютно нигде не видно французского игрока Шокс. Выходит в дым. След за Скайтоном. Но Скайтон все-таки заметил в последний момент своего оппонента. Забирает Шокса. Еще один раунд берет. Шведская пятерка за защиту. Это... Это воздождает интригу в нашем матче. Казалось бы, уже ничто не помешает французам заполучить ничью. А после этого и реализовать матчпоинт в этом матче. Но шведы дают достойный ответ. Два снайпера. Вот их рецепт. И смотрим за ними. Спидфайр и Пита. Так, вот. Что-то зловещее задумали. Титаны. Неужели это будет фаст-выход на Б? Нет. Втроем спускают. Вчетвером спускаются в нижнюю Т-шку. Скрим прикрывает спину. Ну и куда же пойдут дальше? Даже вот уже очень-очень интересно. Шокс. Очередной выход в мидл под флешку. Пита. Нет. Все-таки Кселов будет принимать этот выход. Ой-ой-ой-ой. Рассыпаются французы. Пита на Б. Если не сделает минуса, Пита попадает по шоксу. Забирает Смитса. Что творит Пита? Скрим. Один против четырым. Ну вот здесь Пита уже промазал. Но... Ну не с первой попытки. Скрим забирает. Скрим будет... Нет. Задавили просто со всех сторон. Уже мало патронов оставалось. Француза. 14-12. В бельгийце, точнее. Прошу прощения. Скрим это бельгиец. Ну и шведы серьезно настроены. Выйти в суперфинал. Ну, суперфинал это на самом деле не суперфинал. Это матч верхней сетки. А именно в нем ожидает уже команда Дигнитас. Своего грозного оппонента. Наверное, до начала матча Титан против Проперти. Все думали, что Титаны безусловные фавориты. Но вот честно скажу, мне так не казалось с самого начала. Боялся я сплоховать. Точнее, не хотел, чтобы меня разочаровывали шведские игроки. Потому что действительно, когда наблюдал за этой командой, они показали, что могут бороться с топовыми коллективами. Могут их переворачивать. И вот в доказательство моих слов. Счет 14-12. А вот перед ними команда, которая претендует на топ-1 в мире. Шокс! Какой хит-шот? Забирает Китфайра. Ну, дальше все идет по сценарию Экзема. И четыре минуса во исполнении. 14-13. Шведы подбираются впритык к французским Титанам. И готовы сравнять счет в этом матче. Боюсь себе даже представить, сколько ставок сгорит, если французы проиграют этот матч. Люди в последнее время очень активировались на рынке CSGO Lounge. Частенько ставят там свои скины, дорогостоящие скины. Потому что действительно видео, что выигрывают люди, которые ставят на аутсайдеров. Вот так вот, наверное, назовем. Не фаворитов. Там действительно залетают просто невероятные статтреки по 300, 200, 400 долларов. И очень приятно выигрывать такие шмоточки. Кто-то, интересно, рискнет поставить ВП Асимова на вот такой матч. Экзистенс. Какой опенфрак с ВП? Забирают в спидфайра. Перестрелял в очные дуэли снайпера шведской команды. Ну вот теперь задача... Кто там у нас на Апленте? Это Экзем. Ну вот этот парень чрезвычайно опасен. И посмотрите, он один на Апленте. И как будет останавливать заход французских титанов, мы сейчас с вами увидим. Никак, собственно. Шокс отличный фраг. И французы занимают Аплент и готовы взять ничью в этом матче. Ну что же, шведы понимают, что денег у них в принципе хватает. И надо рисковать. Надо идти в меньшинстве и пытаться выбить занятый Аплент командой Титанс. Но вот дадут ли сделать это Титаны? Два игрока на длине. Скрим также на длине. Скрим. Ну просто безупречно стреляет этот парень. Забирает Скайтона. Также убирает Питу. 15-13. Два матчпоинта для Титанов. И теперь вопрос вот в чем. Сумеют ли шведы отыграть эти два матчпоинта? На волоске. Вот слет в нижнюю сетку находится. Игроки команды Проперти. Но по-прежнему продолжают бороться. Пита с ВП. В очередной раз не пытался отстреливать. Навязывать перестрелку снайперу команды Титанов. Так. Сейчас будет что-то интересно. Надеюсь на это. Скрим. Нет. Ну вот прилетает второй дым, который обезопасил французского игрока. Пита по-прежнему остается в дыму. Ну вот что там ждет Пита, непонятно. Так. Ну вот по карте видим расстановку. Шок, Скрим по-прежнему остаются и контролируют Тэшку. Смитс перетяжка в медле. НБК взял на себя поджим с длинным. Ну и тем временем Скриму удается сделать опен-фрак. Забирают Питу в верхнем туннеле. Также падает Ксевос и французы. В составе из как минимум четырех игроков будут выходить на Б-плэн. Скрим будет идти до конца. Скрим. Третий минус в раунде. Забирают Спитфайра. Ну, здесь уже вряд ли что-то смогут сделать Скайтон и Экзем. Вдвоем против пятерых Б-плэн занят французской командой. Залетают флешки. Вот наконец-то Экзему удается забрать Скрим. Остановить этого сумасшедшего бельгийского снайпера. Ну и что же, Скайтон, теперь твоя очередь. Экзем сделал свой минус. Что будет дальше? Скайтон падает от Шокса. Экзем один против четверых. И это ГГшечка. ГГшечка, друзья. Шведы молодцы. Боролись до конца. 16-13. Ну, что же. Мы с вами отправляемся на рекламную паузу. Следующий матч, который будем смотреть, это встреча, по-моему, верхней сетки Титаны против команды Дигнитас. Если не ошибаюсь. Итак, далеко не разбегаемся. Ждем начала следующего матча. Напомню, фраг Байтмастерс, группа D. На ваших экранах.